Ну что ж, с Божьей помощью начнем осваивать азы кузнечного ремесла. Вот, настоящий молот кузнеца. Сравните с обычным молотком, который есть в каждом доме. Этот раз в пять тяжелее. На первый взгляд дело нехитрое. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Ай! Навыка пока нет. Да и мускулатуру не мешает нарастить. Ведь кузнецы, ведь они, мужчины, серьезные, крепкие. Говорят, да, что кузнец должен быть с бородой большой, широкими плечами, толстый, весом под 200 килограмм, как суммист. Я в таком случае говорю, что такими данными обладают молотобойцы. Им нужно там махать кувалдой 12 килограмм. А кузнецы-оружейники, они низкорослые, достаточно щуплые. Ну, я не сказал, что щуплые. Но нельзя сказать, что они слабые. Там совершенно другая сила. Есть такое выражение, вы все его знаете. Сила есть, ума не надо. Так вот, кузнеца-оружейника, прежде всего, должен быть ум, а уже потом сила. Где мысль сильна, там дело полной силы, как сказал Гёте. Леонид Архангельский знает, о чем говорит. Ведь его дочь Мария хрупкая, тоненькая. Несмотря на свои 20 с небольшим лет, сегодня признанный кузнец-оружейник. На выставке в Кремле ее клинок занял первое место. Даже именитые мастера Дамаска остались позади. Мария говорила, что папа, давай, там, сходим в кузнецу, там, научишь меня ковать. Я говорю, никогда вообще, все, ни под каким видом. Я не хотел говорить такого выражения через мой труп, потому что мне это не нравится. Маше тоже. Ну, смысл был примерно тот же. Ну, в конце концов, Мария поступила в колледж, там, замечательно в нем училась, окончилась с красным дипломом. Ну, в конце концов, сказал папа, или ты ведешь меня в кузнецу, или я иду в армию. Буду смотреть на красивых людей, бородатых, через оптический прицел. Я сказал, все, идем в кузнец, прям вот сейчас вот вечер. Она с детства интересовалась историей оружия и мечтала когда-нибудь сделать свой клинок. Знала о Дамаске и Булате то, что не знает большинство там взрослых людей, поэтому теоретически я стала кузнецом практически, там, не знаю, с трех лет, можно сказать. Практически я попробовала работать только в 16 лет, там, проработала около месяца и отковала свой первый клинок. Это, конечно, замечательное событие, которое я, наверное, никогда не забуду. Это вот это чувство, что, наконец-то, я сделала, это у меня получилось. Ну, ей дано вот работать с металлом и с огнем. Она не боится, не боится огня, а не боится брызг. Это очень заметно. Ко мне приходила, там, масса учеников, да, которые летят искоркой, они отпрыгивают, как от врага. Если ты считаешь огонь своим врагом, что ты делаешь кузнецей. У Марии такого не было. Она воспринимала огонь, так сказать, раскрытой грудью. Получала ожоги, но тоже не говоря, ой, ой, я бы пальчик обожгла. Молодец, хорошо работала. Говорят, можно бесконечно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет река и как работает мастер. Так вот, чтобы стать мастером в кузнечном деле, нужно для начала подружиться с огнем. А это непросто. Ай, обжигает. Кузнечное дело издавна считали сродни магии. Ведь мастера владели искусством превращения руды в металл, а металла в предметы. И делали это с помощью огня, который обычные люди часто связывали с нечистой силой. Жили кузнецы на отшибе, в стороне от домов. И работали, как правило, ночью. А если днем, то при закрытых дверях. Считалось, что кузнецы могут сковать человека своими чарами и сковеркать его судьбу. Ничего подобного. Кузнецы, по-моему, все были православные. Это просто то, что такой твердый металл, и кузнец из него делает какие-то вещи. Я думаю, что люди, скорее всего, восхищались. Может быть, из зависти это, наверное, сказали, что от дьявола. Нет, ничего подобного. Я верующий человек, я христианин. Мне вообще нравится крест как таковой. Это кельтский крест. Ну, а был один заказ для церкви, надо было выковать крест. Я нарисовал его здесь, и так он здесь остался. Его снувал дождем, я его снова восстанавливал. И когда мы с одним моим учеником стали уже расходиться, стали ругаться, он его стер. Просто стер и все. Вот сотру. И не прошло двух недель, как его не стало. В 40 лет. В христианской культуре у кузнецов есть свои помощники и заступники. Это святые Кузьма и Демьян. На Руси верили, что они могут заковать землю и воду в ледяные оковы и послать на людей мороз и зимнюю стужу. При этом Кузьма и Демьян были также покровителями семьи и домашнего очага. Считалось, что эти небесные кузнецы куют свадебные венцы и брачные узы. Именно с их негласного благословения кузнец становился настоящим мастером. Придумаешь что-то новое, думаю, о, я придумала то, что никогда еще никто не делал. Делаю. Показываю папе, он говорит, а, это же технологии шестого века. Я говорю, ну, замечательно. Ничего нового подворного, да? Я использую образование, поэтому достаточно ценностей. Либо наоборот, говорю, что он там так не делает. Я говорю, раз так никто никогда не делал, значит, нужно это сделать. Да. У Марии очень ценно то, что она применяет приемы ковки, которые я ее не учил. Я ее не учил, а наоборот сам не учусь. Отец и дочь Архангельские – признанные мастера, занимающиеся дамасской сталью. Правда, Леонид никогда не мечтал стать кузнецом. Как каждый мальчишка, родившийся в городе Королеве, он грезил о космосе. Поэтому поступил в Бауманский институт. Но однажды ему в руки попалась статья о секретах дамасской стали, которая и решила его судьбу. Меня вообще тянет так все какое-то непознанное. Я не любопытный, но любознательный. Люблю всякие секреты там. Я умею то, что в России, ну, я не знаю, там, может быть, знает один человек или два там человека. И когда я там заводил с учеными разговоры о дамасской стали, мне приходили ответы, что Булат вообще не существует, это древняя легенда, этого нет вообще. Это все сказки, старье и так далее. Сейчас вот легервы стали, поэтому не забивайте себе голову. Ну, я себе голову настолько плотно забил, что, кажется, сошел с ума. И когда мне предложили повышение, это вообще мечта жизни. То есть я был бы ответственен за конструированный двигатель для орбитальных аппаратов вообще. Вообще. Говорит, вот мы вас повышаем. Говорю, спасибо, я вам очень благодарен. Но только я вот ухожу. Куда? В кузнеце. Ну, они мне так пальцами покрутили, люди воспитанные, подарили книгу, так сказать, на память и проводили. Вот и я пришел, так сказать, с белыми чистыми руками в кузницу, взял молоточек в правую руку, железочку в левую. Ну, тюк-тюк, на наковальне начал учиться ковать. Занимался историей, и я обнаружил такую закономерность. Какую бы страну мы ни взяли, Германию, Японию, США, да, один высококлассный кузнец, мастер по дамасску и булатной стали, приходится на 10-15 миллионов человек населения. Вот есть такие страны, где нет ни одного. Там Татарстан, там 3,5 миллиона человек, там есть один, он туда попал случайно. Понимаете? Так что это такая редкость, это даже не доля процента, это исчезающая прослойка кузнецы по булату и дамасской стали. Быть может, мастеров не так много, потому что кузнечное дело окутано тайной. Расспроси кузнецов, они сами толком не скажут, то ли металл подвластен им, то ли они металлу. Опытный кузнец, он берет, просто вот, как говорится, железку в руку, просто в руку, он не знает его химсостава, ничего, он взял в руку и скажет, что из этого железо может сделать. Из этого может сделать монтировку, из этого только дверную ручку, а вот этот пойдет на ножик. Он чувствует силу, заложенную в металл. Иногда хочешь чего-то сделать и чувствуешь, что металл, он не хочет с тобой работать. И поэтому иногда стоит просто там оставить до завтра. Считается, что на небесах у кузнецов немало покровителей. На божественном Олимпе даже есть своя кузница, принадлежит Гефесту, богу огня и кузнечного ремесла. Гефест всегда изображался могучим человеком с молотом или клещами в руках. Правда, был хромой, что заставляет сомневаться в его божественном происхождении. В славянской мифологии воплощением небесного огня был Сварожич, сын верховного небесного бога Сварога. Есть мнение, что в дохристианскую эпоху Сварожичами называли всех кузнецов. В народе говорят слово кузнеца так же крепко, как его изделие. А еще кузнец. Всем ремеслам, отец. Вообще, спасибо кузнецам мы можем говорить за многое, в том числе и за слова, которые произносим ежедневно при самых разных обстоятельствах. Куй, железо, пока горячо. Под словом «Дамаск» мы понимаем сталь более острую и крепкую, чем обычно. И сделать такую сталь непросто. Вот с этого начинается работа кузнеца. Каждый день я начинаю работу с розжига горна. Сейчас подождем, пока немножко разгорится. Пока разгорается горн, надо настроиться на работу. Работа моя вплотную связана с огнем. Я, кстати, люблю огонь, смотреть на огонь. Это очень красиво. Настраивается на работу, вдохновение придает. Сейчас включим электрический поддув вместо мехов. Горн необходимо разогреть до 1400 градусов. Только при такой температуре можно получить «Дамаск» высшей пробы. Пневматический молот для кузнеца – все равно, что конь для пахаря. Без него никак не обойтись. Молот придает металлу нужную форму и размер. После этого поверхность стали нужно очистить от окалины. Ее посыпают так называемым флюсом – порошком буры. Мы сейчас сделали кузнечную сварку. Это уже монолит. Все проварилось. То есть это единый кусок металла. То есть это уже дамасская сталь. В ней пока там семь слоев только. То есть это первая сварка. Этого недостаточно для того, чтобы сделать из этого что-то, там, клинок. Вот это пока только заготовка. Мастер-класс за один день сложно, потому что, ну, мне несколько дней надо работать, чтобы получить только заготовку. Надо будет сделать еще несколько сварок. То есть разрезать определенным порядком. Металл складывать опять в пакет, похожий на тот, который вы видели в начале. Но он будет уже состоять не из разных стали, а уже из разных слоев дамасской стали. Мы опять все это будем сваривать определенным порядком. И когда наберем около 315 слоев, например, надо будет расковать наш дамаск на квадратик. То есть на пруток квадратных сечений. Его закрутить. Потом добавить к этому совсем другой дамаск, который мы сегодня уже не успеем сварить. И вот получим нож, похожий на тот, что я сделал первым. Основа кузнечного дела – сварка. Мастер берет различные виды стали и получает дамаск. Твердость и прочность металла возрастает с повышением в нем содержания углерода. 0,6% содержания углерода – это уже настоящий дамаск. А если же в стали содержится 1,2-1,4% углерода, то это стали, о которой кузнецы говорят, что она крепче самой себя. Всего 5 человек в мире способны делать такой дамаск. И двое из них живут в России. Это Леонид и Мария Архангельская. Я, например, каждого мастера, клинок каждого мастера практически могу отличить именно вот там. Несмотря на клеймо, просто вот по почерку. Если действительно мастер из себя что-то представляющий, а не какая-то там серийная вещь. Ни один кузнец не сможет повторить в точности изделие другого. У хорошего мастера всегда свой неповторимый почерк. Мне еще в детстве снился такой вот меч-кладенец. Будто попадает он ко мне в руки, и я становлюсь сильным и непобедимым. Этот меч называется полутораручным. Рукоятка у него сделана схватом для одной руки, и есть место для половины второй. Вот. Теперь можем нанести короткий удар и длинный. Королевский меч. Меч называется Королевский. Он участвовал в различных выставках, занял первое место на международном конкурсе. У него есть дипломчик за первое место. Я считаю своим таким неким изобретением. То есть клинок из слоистого дамаска с вареной центральной вставкой из крученой мозаики. Но такого вот раньше такого не было, насколько я знаю. Для того, чтобы сделать такую вещь, требуется не меньше двух лет. Европейские путешественники, которые там были во дворе, при дворе великих моголов в Индии, они говорят, что индийское оружие незавидно отличается хрупкостью. И, безусловно, вступает оружие европейской выделки. Несмотря на те легенды, там, легенды последнего времени, что вот они там такие-то анигулаты делали, что японцы там своими мечами там вообще все разрубали. Когда копнешь так вот эту тему, только европейское. Только европейское оружие, поэтому и европейцы, они, собственно, пронесли свое бремя белого человека по всему миру. Древние славяне для того, чтобы сделать оружие, били колотушками губчатое железо. Так они удаляли примеси или, как говорили тогда, выжимали из металла соки. Это был первый способ ковки. Затем мастера стали нагревать металл. Придавать ему нужную форму стало гораздо проще. С тех пор в работе кузнецов мало что изменилось. Творческая мастерская «Узница на Клязьме» продолжает работать так же, как это делали мастера более ста лет назад. Что самое интересное, то, что за, допустим, долгую-долгую жизнь форма наковальни, в принципе, не менялась. То есть она может быть больше, меньше, но суть остается вот как она есть. То есть у нас появилось электричество, у нас появились там самолеты, вертолеты, у нас много чего появилось. А для кузнеца, ну, инструмент какой был, такой и остался. Как обычно, огонь, клещи, кувалды, все делается тоже, в принципе, сами. Горн. Поэтому, ну, как бы мы еще не перешли в этот компьютерно-технологический мир. У нас, можно сказать, все так же и по-старому. Поэтому, наверное, еще и этим работу завораживает. Весь инструмент мы делаем сами. Это, как бы, можно сказать, традиция. Человек приходит в кузницу, через какое-то время он, ну, обязательно должен сделать сам себе инструмент, которым он будет пользоваться. Наковальня для кузнеца – это, как бы, ну, хлеб. То есть, ну, то же самое, что и горн, там, и молоток, и молоток. Поэтому вот эта часть наковальни называется лицо. Вот. И поэтому, допустим, при рубке, ну, чтобы не побить лицо, используем какие-то подкладушки. Ну, также есть, ну, примета, что вот на лице обычно не сидят. То есть, наковальни кузнецы, ну, если молодой какой-то сядет там на наковальню, обычно получит оплеуху. Ну, то есть, типа, нельзя, типа, то есть, это, как бы, то, что кормят, на то не садимся. При раскопках древнерусских городов выяснилось, что почти каждый дом был жилищем ремесленника. И кузнецов, судя по находкам археологов, было больше всего. А сегодня кузнец – профессия редкая. Сейчас я вам покажу, как делается гвоздь, потому что, в принципе, ну, раньше, да, без него дом не построить, ничего не сделать. В народе говорят, государственное правление держится на законе, а железо – на гвоздях. Гвоздь-то, пожалуй, зачастую покрепче законов будет. Вроде бы вещь простая, но не каждый сделает. Здесь нужны особые навыки. Вот гвоздь, с пылу с жару, только что сделан кузнецом. Казалось бы, элементарная вещь, а ведь без нее, как без хлеба, не обойтись. И я подумал, не будь кузнецов, мы бы жили в каменном веке. Вот это и есть первая творческая работа, покрытая вся пылью. Стоит маленький такой, неказистенький, кривенький, но первая работа, она до сих пор осталась. Вот с тех пор огонь, нагретый металл, как-то вот увлекли, втянулись, и с тех пор я работаю кузнецом. Думал, ну какое-то время поработаю и буду чем-нибудь другим заниматься. Но нет, в таком коллективе очень интересно работать, и уже поработав какое-то время кузнецом, уже не сможешь от этого оторваться. Учился в Абрамовском художественно-промышленном колледже, закончил художественную обработку металла. После его училища стал тоже вместе с братом заниматься ковкой. Тоже втянулся в профессию, очень понравился. Замечательная профессия. Приятно то, что из металла лепишь как пластилин какие-то там изделия. После армии сразу пришел в кузнец. Правда, отучился в технику. И уже 15 лет прошло, как я работаю здесь. Познакомился с человеком, известным мастером, и с тех пор начал заниматься ковкой. Около 20 лет уже. Возникали моменты, они сутили мне куда-нибудь другое место, чтобы заработать денег. Но, слава богу, что я этого не делал, потому что, ну, я не вижу себя в какой-то другой профессии, только в этой. Можно сказать, я даже в нее влюбился. Бывает, человек входит в кузницу впервые просто из любопытства и остается в ней навсегда. Не знаю, вот сюда вот многие приезжают люди, там, допустим, там, а можно попробовать, паковать, там, или посмотреть хотя бы. И, как бы, многие прям загораются глаза, там, сначала тоже, я не знаю, можно про это говорить нельзя, приезжали тоже снимать нас тоже, там, на камеру. Мы говорим, там, хочешь, говорит, попробуй сам. И человек взял молоток, там, закалил эту железку, потом к камере он больше не подходил, ему только нужно было паковать, постучать молотом об этот металл, почувствовать тоже. Сделал там какую-то скульптурку, там, все отрезал, домой себе увез. Если внимательно взглянуть на мир вокруг нас, то непременно встретишься с работой кузнеца. Ворота, ограды, перила, мебель, ножи, украшения и, наконец, подкова, которой люди издавна приписывали магические свойства. Свою подкову счастья мечтал найти каждый. Дело в том, что в крестьянских дворах железо было большой редкостью. И если кто-либо из семьи находил подкову на дороге, то это была большая удача. Из нее делали ножи, гвозди и другие необходимые вещи. А прибыль в хозяйстве – счастье для простого человека. Чтобы подкову найти, надо, чтобы лошадь ее потеряла. А чтобы потерять, надо сделать. В России первая коновальная школа была открыта под Москвой в селе Хорошово в 1732 году. Мастеру требовалось полчаса, чтобы подковать лошади одну ногу. За полный рабочий день коваль обувал шесть лошадей. И все-таки кузнецы – люди необычные. Здесь, конечно, и писатель Лесков подлил масло в огонь со своим левшой, который мог блоху подковать. Сиди вот теперь и думай. Можно блоху подковать? Или нельзя? Я думаю, нет. Не, ну кузнецу, наверное, нет. Это ювелир, может, и сделает, а кузнец-то, как говорится, ювелир – это то, что мелочью он занимается. Это тот же самый кузнец, кузнец только делает более крупные вещи. Все-таки подковать блоху – это не по моей части. Но я, конечно, мы работаем вообще с микронами, и у нас, можно сказать, нанотехнологии в нашем производстве. Кузнечное дело требует не только физической силы, но и ювелирной точности. И как любое творчество – вдохновение. Работать много по времени, конечно, тяжело, но когда я увлекаюсь какой-то вещью, я просто забываю и могу приехать в кузницу в любое время. Часто бывает, что я работаю по вечерам и даже по ночам. То есть вот вдохновение пришло, захотелось что-то сделать, увидел какую-то идею, я просто еду в кузницу и начинаю это делать. Высший пилотаж – это когда две недели лежишь там и даже ночью не спишь, вращаешь в голове там какие-то слои, атомы, как там перетекает углерод из слоя в слоя и так далее. А потом приходишь на работу и за два часа все это сделал. Творческие порывки, чем-то тоже бывает, там спишь, чем-то, допустим, какое-нибудь изделие думаешь, и там раз, чем-то приходит, там новое в голову, там бывает даже проснешь, чем-то там для себя зарисуешь, ну, чтобы не забыть. Это творческий процесс от него, ну, никуда не денешься. Мастерство наших кузнецов столь высоко, что они могут выполнить работу любой сложности. Допустим, что-то привозят из-за границы, да, там это круто, а в России как будто у нас не делают вещи. Я думаю, что мы можем посоперничать с любой страной мира по нашей ручной работе. То есть мы не хуже. Зарубежные кузнецы многие, в принципе, восхищаются нашими работами. Техника, то есть у нас немножко отличается, и как бы им тоже интересно приглашать российских кузнецов на свои фестивали кузнечные. Это и есть такое понятие аберрации близости. Когда что-то близкое поносишь к глазам, это еще не видно. Надо отодвинуться. Вот пройдет там какие-то десятки лет, да, и люди, которые будут после нас, они оглянут и скажут, да, вот в конце 20 века началось вот то-то и то-то, были вот такие-то, вот такие-то люди. А сейчас люди не могут понять масштабы того, что происходит сейчас, вот тех событий, которые происходят. Говорят, каждый сам кузнец своего счастья. Только вот никто не бывает счастлив так, как ему хочется. То и дело, оказываешься, между молотом и наковальней. Бьет нас жизнь, и я подумаю, может кузнецы мы плохие, а точнее вообще ничего не знаем о древнем и загадочном лемесле. Когда встречаешься с огненных дел мастерами, никогда нельзя быть до конца уверенным. То ли бесовская сила им помогает, то ли небесная.